дополнение к ролику первому значит телефон сам по себе на одну симку вот здесь у нас слот такой ops вот одна симка и micro sd карта вставляется оставляется сбоку легко из плюсов девайса из плюсов девайса обновлялся он очень долго минут 30 наверно даже порядка 40 минут пока все приложения обновил так он и остался на андроиде 7 вот очень хороший плюс что в нем есть н фи си это как бы для передачи данных нас очень очень их очень хорошо карту можно будет привязать телефону телефон не для нашей страны был явно создан потому что приложение все которые в нем есть как просят при обновлении через play market вот к примеру так мои приложения вот установлены и да но к примеру какое приложение взять тот нил нет фильм а ну здесь вообще пишут на русском а так часть приложений заходишь даже пишут для вашей страны нет отзывов на русском языке вот нет отзывов на вашем языке вот соответственно из недостатков часть приложений обна удалить нельзя по большому счету тот же там facebook он только предлагает отключить вот одно стороннее приложение установлено мной ватсап единственное приложение на котором ну которая можно удалить сам телефон неплохой прям неплохой чувствуется как бы но относительно качественно собран тут только вот борода борода конечно просто огромная но сильно она тоже смущать не будет звук отличный ну как бы слышно не его не пропустить этот звук значит память накопители память память с учетом того что использовано что полу полным полно ненужных приложений на которые я рекомендую отключить обновления остается 20 процентов свободной фотоаппарат 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 есть фотографирует в принципе неплохо неплохо вот на расширении даже но с учетом того что недостаточно освещенность для документов более чем на фотоаппарат есть локация экран конечно у него шикарный здесь также соответственно вот новостная лента неплохая но встроена по типу как xiaomi гугловская по большому счету ну а бы обыкновенный девайс вот единственное что вот movie star какое-то приложение есть и по всей видимости для игр скорее всего их надо будет устанавливать данные игры сейчас вот попробуем щелкнуть все остальные приложения в принципе типичное вот какой-то информация базовой станции видимо показывает вот movie star вообще не понятно сейчас не дает зайти что за movie star ну видимо игры для детей виде я думаю думать надо нужно открывать приложение все остальное по по большому счету как и и во всех телефонах экран конечно качество но зерна вообще не видно никакого все можно по удалять на снести в обычную папку вот гугловская лента вот новостная лента соневская вот movie star не знаю что это за movie star никогда не встречалась мне это приложение часы всякие там плюшечки от sony тоже есть дополнительные настройки вот тот же помощник и можно дальше но смотреть что к чему ход за батареей режим станина использования аккумулятора насколько хватит умная очистка вот такие вот прикольные фишечки здесь есть разнообразные а так по большому счету обычный телефон как и все телефоны спасибо за внимание а вот внешний вид вот вып выполнен из пластика и камера чуть-чуть утоплена поэтому можно будет использовать без без зарядки обе зарядки без чехла вот настройки всякие переходы вогнутые выпуклый мельница поток дополнительные параметры лента google если она нужна рекомендуемые приложения добавлять не добавлять значки удалять копии в принципе неплохой телефон отключаем авто обновления настраиваем настраиваем именно свои при уважении по возможности удаляем ненужный но ненужный он удалить не даст обращу внимание спасибо за внимание